Доброе утро, уважаемые коллеги! Это утро в Татарстане действительно было добрым, хоть позади и бессонная ночь. Выборы в республике состоялись и с солидными показателями. Явка на 10% выше, чем по России. По состоянию на 8 часов обработано 100% протоколов участковых избирательных комиссий. Явка на выборах президента Российской Федерации в республике Татарстан составила 77,45%. Конечно же, особая благодарность нашим избирателям, которые очень ответственно отнеслись к выполнению своего гражданского долга. А вот как распределились голоса татарстанских избирателей. 82 с лишним процента набрал Владимир Путин. На втором месте оказался Павел Грудинин, больше 9%. На третьем – Владимир Жириновский, с тремя процентами. А четвертое в Татарстане, в отличие от общих итогов России, занял Максим Сурайкин, а не Ксения Собчак. За ходом избирательной кампании весь день следили больше 5000 общественных наблюдателей, тысячи видеокамер, сотни журналистов. Открытый прямой и постоянный диалог со всеми участниками избирательного процесса, органами государственной и муниципальной власти, политическими партиями и средствами массовой информации с избирателями – все это характерные черты прошедшей выборной кампании нашей республики. Действительно, где-то голосовали буквально целыми районами. В Серегордой побил Тюличинский, где явка перевалила за 99%. Самые активные городские жители – в Челнах. Здесь проголосовали почти 80%. Далее – Альметьевск, Нижнекамск и Казань, где на участки пришли примерно две трети избирателей. Владимир Путин в отдельных районах стал абсолютным лидером. К примеру, в Нурладском за него отдали голоса больше 98% избирателей. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин набрал рекордные показатели в Азнакаево, Альметьевске и Нижнекамске. Частоту выборов контролировал ЦИК Республики. Были обращения, была информация, на которую оперативно реагировала ЦИК Республики. На все обращения даны соответствующие ответы. Я должен сказать, что, еще раз повторюсь, выборы на территории Республики прошли спокойно и организованно. Ход избирательной кампании в Татарстане уже оценила и глава ЦИК России Элла Памфилова, обратившись к республиканскому избиркому в режиме видеоконференции. Судя по предварительной информации, можно отметить, что действительно на этот раз выборы у вас прошли на должном, но на хорошем уровне. Хоть выборы позади, в ЦИКе Республики сегодня не расслабляются. С двух часов ночи сюда поступают протоколы территориальных и участковых комиссий. Здесь работают с обращениями граждан и готовятся утвердить главные цифры. Уже завтра финальное заседание и официальные итоги выборов президента страны в Татарстане. Лена Изнатольевна, Андрес Натальцев, ТНВ, Казань.